Вот так выглядит гигантское кислотное облако, которое стремительно движется в сторону нашей Солнечной системы. Раскинувшееся на 16 миллионов километров, оно было обнаружено обсерваторией НАСА еще в 2007 году. Однако поначалу астрофизики не придали своему открытию особого значения, ведь по расчетам облако должно было миновать Землю. Но сейчас ученые дают неутешительные прогнозы. Опасный космический объект движется прямо к Земле. Эффект воздействия кислотного облака будет сродни тому, как если пролить на рукописный текст соляную кислоту, которая разъест чернила и превратит бумагу в месиво. Потому что у нас атмосфера не такая уж и большая. Основная плотность 5-6 километров, а дальше идет очень быстрое разряжение. Так вот, если такая вот кислота, значит, это в принципе в действительности сделает всю атмосферу. Но раз у нас не будет атмосферы, то какая может быть, что с у нас на Земле? Естественно, тоже будет гибель. Двигаясь к нашей планете, кислотное облако разрушает все на своем пути. В том числе кометы, астероиды и даже звезды. Сейчас перед учеными встала задача в кратчайшие сроки найти способ защитить планету от газа и кислоты, которые направляются к нам из космоса. Но выполним ли она? Ответить на этот вопрос пока не может никто. Конечно, если у нас, значит, сделают специальные средства, которые будут расчищать, вот, с помощью, опять же, тех ядерных распылений, вот, тех же самых осколков метеоритов, которые можно будет подгонять туда вперед, впереди Земли, устанавливать для того, чтобы прочищать ей дорогу, чтобы она прошла спокойно. Технически эта задача, она, в принципе, решаема. И сделать ее, даже, думаю, с нашими технологиями, если объединить все усилия стран, мы спогли бы. Насколько, так сказать, мы готовы к этому объединению, и насколько мы боимся, и реально думаем об этой опасности, это другой вопрос. Вот, поэтому, если она возникнет, то, скорее всего, опять же, человечеству приходит, придет конец. Большинство ученых считает, что самая главная опасность для человечества скрывается в космосе. Последние астрономические данные говорят о том, что в галактике существует более 6 тысяч объектов, способных уничтожить нашу планету. Наблюдательные возможности землян, с тех пор, как в космос выведены очень хорошие системы, оптические и другие, ну, существенно расширились. Мало кто, так сказать, заявляет об этом. Ну, каждый день, каждый день открываются новые экзопланеты какие-нибудь там и так далее. То есть наблюдательная астрономия очень сильно, так сказать, продвинулась вперед. И естественно, что малые какие-то небесные тела фиксируются значительно в больших количествах. Отсюда, так сказать, понимание того, что какой-нибудь из этих тел может по Земле ударить. Комета, там, астероид, метеорит, сгуст космической пыли и так далее. На эту реальную угрозу уже обратили свое внимание ученые из Роскосмоса и НАСА. Буквально несколько месяцев назад Конгресс США поставил перед астрофизиками сложнейшую задачу. К 2020 году обнаружить до 90% всех объектов, которые могут нести гибель человечеству. Мы маленькая песчинка. Даже вот сейчас появилась недавно фотография Земли с Марса. Сфотографировал марсоход нашу Землю. Маленькая песчинка. Ее трудно разглядеть. Нас окружает огромный постоянно меняющийся космос. В котором постоянно приходят измерения. А мы существуем в настолько хрупко сбалансированной системе, которая держится на физических законах, там, гравитации и так далее. Когда стоит чему-то разбалансироваться, и это вызовет такой поток изменений, допустим, между Марсом и Юпитером, пояс астероидов, который, если разбалансировать, то эти астероиды полетят, разлетятся во все стороны. И мало не покажется никому. По расчетам ученых, в 21 веке потенциальная опасность для землян представляют сразу несколько десятков астероидов. Всему виной их масса, диаметр и траектории движения. Это было ярко продемонстрировано природой год назад, знаменитым Челябинским метеоритом, который просто произвел реальное разрушение, значит, травмировав даже людей и прочее, прочее. Значит, это был небольшой объект, порядка, там, нескольких десятков метров. А значит, на границах Солнечной системы этих объектов мириады. И под действием гравитационным от других больших планет, в основном под действием Юпитера, их регулярные орбиты могут сбиваться. И тогда они начинают лететь уже по некой своей нерегулярной орбите. Все они в определенные моменты могут пересечься с орбитой Земли. А это значит, что в ближайшие десятилетия существует вероятность глобальной катастрофы. Астероид отличается следующим. Он тяжелый, он большой, ну, там, сотни метров, но он непредсказуемо летит. Он, во-первых, вращается вокруг двух продольных, так сказать, поперечной оси. То есть, вообще-то, говорит, летит не центросимметрично. И вот орбиту, ну, можно рассчитать, но с определенной только погрешностью. Кроме того, он обладает значительно меньшей массой, чем, ну, например, какая-нибудь планета. И планеты, мимо которых он пролетает, или Солнце, существенно могут повлиять на траекторию движения этого астероида. Я уже не говорю о том, что есть такая вероятность, теоретически, что он по дороге к нам, условно говоря, сталкивается с другими какими-то небесными, там, метеоритами, там, космической пылью, вспышками какими-то протонами. И это тоже может поменять его орбиту. Поэтому и в Штатах, и у нас в своё время уже были разработаны проекты, связанные с отслеживанием движения небесных тел, даже уже не ближнего, так сказать, среднего космоса. Но вот когда точно это произойдёт? На этот вопрос учёные уже ответили, правда, не совсем однозначно. Специалисты НАСА утверждают, что первое столкновение случится 13 апреля 2029 года. Их коллеги из Кембриджского университета считают, что это произойдёт в 2036 году. Единственное, в чём сходятся учёные, это то, что настоящий космический апокалипсис на нашу планету принесёт открытый в 2004 году астероид Апофис. Апофис, диаметр 380 метров, масса 35 миллионов тонн, средняя скорость 35 километров в секунду. Но каковы будут масштабы разрушений при столкновении с Землей? До недавнего времени учёные не могли точно ответить на этот вопрос. Однако несколько месяцев назад в Национальном центре космических исследований, находящемся во Франции, удалось смоделировать последствия падения астероида. Обнародованные результаты стали поистине сенсационными. Взрыв при столкновении составит более 600 мегатонн. Для сравнения, энергия взрыва термоядерной авиационной бомбой «Царь-бомба» на полигоне «Сухой нос» в 1961 году составила всего 58 мегатонн. А энергия взрыва ядерной бомбы «Малыш» над Хиросимой в 1945 году была 18 килотонн. Несложно представить, насколько разрушительными могут быть последствия от столкновения Апофиса с Землей. Астероидная опасность, когда размеры сотни метров, она переживаема человечеством. То есть гибели могут быть массовые очень. Но за 5-10 лет можно предпринять меры предосторожности какие? Можно эвакуировать целый стран. Многие ученые уверены, что проснувшийся Йеллоу-Стоунский вулкан спровоцировал на Земле череду сильнейших землетрясений. 3 апреля 2014 года у берегов Чили были зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,2 балла. Жертвами землетрясения стали 6 человек. Еще двое считаются пропавшими без вести. Более 900 тысяч человек были эвакуированы. 4 апреля в 50 километрах к западу чилийского города Икике была зафиксирована повторная серия подземных волнений. Магнитуда землетрясения составила 7,6 балла. В общей сложности специалисты зафиксировали еще около 20 повторных подземных толчков. Ну как сами американцы считают, что 10 лет уйдет на восстановление после извержения такого вулкана до нормального состояния, когда люди могут вернуться обратно. Это с точки зрения вулкана. Если с точки зрения землетрясения, катастрофического отвала, ну вы фильм 12-12 смотрели, наверное. Апокалипсис. То есть он поставлен, и его сегодня очень часто средства массовой информации показывают, так сказать, в новостных роликах, чего ждать от этих вот Йеллоустона и, как бы сказать, землетрясения в Калифорнии. Специалисты утверждают, что Йеллоустонский супервулкан представляют угрозы не только жителям США, но и множеству других стран. Для того, чтобы представить его разрушительную силу, стоит заглянуть в историю, уверяют сейсмологи. Одно из последних извержений подобного масштаба произошло на острове Суматра несколько тысяч лет назад. В нашей истории существует множество супервулканов. Достаточно вспомнить супервулкан в Индонезии, если посмотреть на карты, то мы увидим образовавшееся после него озеро Тоба. Его длина 80 километров, а ширина и вовсе 5-6 километров. И именно в этом месте произошел взрыв супервулкана Тоба. Это была одна из самых страшных и масштабных катастроф. Его сила и мощь уничтожила все живое. На его месте сейчас находится озеро. Правда, многие геологи выдвигают версию того, что извержение этого супервулкана может повториться, ведь он до сих пор активен и до сих пор может представлять опасность. Масштабы его разрушений в древние времена поистине ужасны. Тогда супервулкан Тоба сократил численность жителей в 15 раз. В живых оставил лишь 5000 человек. Количество погибших животных и растительности и вовсе не поддается подсчету. На месте взрыва образовалась воронка площадью практически в 2000 квадратных километров. В нее спокойно бы уместились такие города, как Лондон или Нью-Йорк. Но Йеллоустонский супервулкан в несколько раз превосходит размеры супервулкана Тоба. А это значит, что последствия от его извержений будут катастрофическими. Во-первых, извержение большого количества лавы, оно как раз в Северной Америке, от нее ничего не останется, если рванет этот вулкан. Во-вторых, вот этот выброс этого огромного количества пыли в атмосферу, именно в стратосферу, потому что большие взрывы происходят, приведет к тому, что начнется охлаждение вообще всей планеты. Охлаждение – это фактически наступление ледникового периода. Пока это все упадет, пыль на 4 года как минимум пройдет, потом это должно все растаять, и опять всякие наводнения там начнутся и прочее. То есть катастрофы будут. Йеллоустонский супервулкан уникален. У него нет жерла, и выглядит он как обычная впадина, которую специалисты называют кальдером. Сделанные недавно фотографии со спутника показали, что площадь супервулкана составляет не менее 4000 километров. Если он проснется, а он проснется, потому что чистота землетрясения связана с чистотой страха человека. И об этом говорил еще и Маханганди, и Рерих, и даже Лев Толстой. У него можно найти. Значит, смотрите, чистота, она способна накапливаться во всей вот этой земной структуре, и она вызывает эти землетрясения в действительности. А сейчас же там почва нагрелась уже до кипения. То есть уже вот с 2003 года началось постепенное, значит, разогревание. И вот сегодня, значит, уже в озерах там повысилась температура на 20 градусов. Почва уже разогревалась, то есть магма подошла близко. И если напряжение они не снимут у населения, произойдет взрыв. Снаружи Йеллоустоун выглядит как обычный заповедник. Живописный ландшафт и множество видов животных. Однако внутри него располагаются резервуары с раскаленной магмой. В течение сотен тысяч лет она давит на поверхность земли, создавая напряжение слоев почвы. И небольшие надрывы, через которые в скором времени, возможно, и произойдет масштабное извержение. Увидеть это можно будет уже скоро, я думаю. Тем более, что этот процесс взаимосвязан. Представьте себе, сначала магма начинает извергаться сквозь небольшие надрывы. Дальше давление все возрастает. И вот эти надрывы, 10 их или 50, обязательно приведут к гигантскому надрыву. Именно в этот момент начнется суперизвержение. Тогда никому не поздоровится. Сотни кубических километров запаса магмы извергнутся в атмосферу. Буквально за минуты. Это очень опасное событие. И это приведет к огромному всемирному разрушению. Это будет климатический апокалипсис, который может привести к концу всего живого на Земле. Ученые утверждают, что за минувшие 2 миллиона лет в Йеллоустоне совершилось 3 сверхмощных извержения. И каждое из них могло превратить как минимум полконтинента в безжизненную пустыню. Извержение одного мощного вулкана, как правило, стимулирует извержение мелких вулканов. Сейчас около 100 вулканов, которые могут вместе с этим Йеллоустоном тоже взорваться. А это еще дополнительное количество пыли. Это еще дополнительное количество жертв человека. Предполагается, что погибнет значительная часть. То есть из трех только один остается в живых. Последние расчеты показывают, что за несколько лет почва над Йеллоустонским супервулканом поднялась почти на 2 метра. Эти данные в 45 раз превышают показатели 2010 года. Если взрывы не миновать, то какие последствия могут ожидать человечество? И сможет ли извержение такой силы привести к апокалипсису? Выжить в новых условиях, когда отсутствует пища, невозможно заниматься сельским хозяйством, животное отсутствие. То есть самое интересное, что у нас 500 этих станций ядерных построены в так выбранные места, что они оказались совсем на геологических разломах. А они тоже рванут. А это где-то около 3000 будет рентген. То есть у нас самые 600 рентген – это сразу смерть человека. А 3000 – это смерть всем. Помимо этого, у нас очень много химического оружия, скордов. Во время заметритений все это может опять попасть в воду, попасть в атмосферу. Ответы на эти вопросы были найдены учеными университета штата Юта. Они с точностью до мельчайших деталей просчитали и воссоздали картину полного развития событий после того, как начнется извержение Йеллоустонского супервулкана. Вот как это будет. Для начала нужно понять, что этот процесс уже запущен. Конечно, мы можем предполагать, что произойдет множество сценариев. Однако давайте все-таки приблизимся к самому реальному из них. Тому, о котором ученые уже говорят, как о неизбежном. Извержение рано или поздно случится, а те гигантские потоки лавы, спрятанные внутри вулкана, вырвутся наружу. Именно в этот момент жители США могут стать главной мишенью вулкана. Именно для этого был рассчитан основной вариант развития событий. И он, надо сказать, неутешительный. Все начнется с резкого подъема и перегрева земли в Йеллоустонском парке. Огромное давление прорвет кальдеру. Из нее выльются сотни тысяч кубических километров лавы. Взрыв, который произойдет, будет сопровождаться землетрясением в 10 баллов и лавовыми потоками, развивающими свою скорость в несколько сотен километров в час. Понимаете, эта проблема уже назрела, и она затронет всех. Раскаленная лава сметет все на своем пути. Об изменении климатических условий даже страшно говорить. Эти изменения приведут планету к глобальному кризису, и такие вещи, которые кажутся важными сейчас, о них мы просто не будем вспоминать. Ни о какой геополитике речи быть не может. Все будет подчинено лишь мысли о том, чтобы выжить. Мне кажется, что последствия этого извержения будут ужасающими. В то же время, они смогут сплотить все население мира для того, чтобы мы занялись одной единственно важной проблемой выживания и приведения нашей планеты в порядок. Извержение будет продолжаться от трех до пяти суток. Но люди и животные будут погибать не от пепла и лавы, а от удушливого дыма и отравления сероводородом. Толстым слоем пепла покроется вся территория США. С лица Земли будут стерты штаты Айдахо, Монтана, Вайоменки, Айова. Образовавшаяся озоновая дыра вырастет до таких размеров, что уровень радиации приблизится к чернобыльскому. Радиационный фон – это вообще отдельный разговор. Именно он повлечет за собой основные глобальные последствия. Представьте, что те люди, которые все-таки смогли спастись, начинают жизнь заново. Ведь уровень радиации резко не пропадет. И тем, кто выжил, придется с ним жить. Это приведет к ужасным последствиям. Это будут и мутации, и огромное количество смертей от онкологических заболеваний. Я уже не говорю о том потомстве, которое будет рождено после этой катастрофы. Это станет глобальной трагедией, пережить которую мы сможем. Правда, на это понадобится множество лет. Серьезно пострадает южная часть Канады. При этом Йеллоустоунские гиганты вызовут цепочку извержения океанских вулканов, которые, в свою очередь, породят множество цунами. Когда вот эти вот вулканы начнут рваться, да, вместе с Йеллоустоуном, сто вулканов, вот там же большие получатся цунами. То есть это огромные волны, вот как было в Таиланде, но в Таиланде еще не так сильно было, а здесь сто. Смоют все островные государства, и вообще все прибрежные районы, с одной стороны. Но ведь волны будут, если они много, километровые. Ведь они же будут достигать центра континентов. И если у нас пристретившей той же Братской ГЭС, 5 метров, значит, поднялась вода, и 5 баллов было землетрясение сразу. То есть метр воды увеличивает давление на площадь земли, и вызывает уже сразу землетрясение. А здесь километровая волна. Ну, как можно будет отсидеться в бункере при таком давлении сверху? Естественно, это братские могилы для этих, значит, сильных мира сего. Тысячи кубических километров пепла, выброшенные в атмосферу, закроют солнечный свет. Вслед за этим произойдет резкое снижение температуры воздуха. Наступит ядерная зима. Ее продолжительность составит около 5 лет. В событиях такого масштаба заключается вся катастрофа. Представьте себе 5 лет ядерной зимы. Нет ни солнца, ни урожая, да и с запасами воды, я думаю, будет не все так хорошо. Что делать выжившим людям? Наверное, искать жизни на других континентах. Но вот вопрос, останется ли она там, до сих пор открыт. Огромные горы пепла, преследующие людей повсюду, рост астматических и бронхиальных заболеваний. Это все приведет население к неутешительным результатам. Об этом мы должны думать уже сейчас, а не замалчивать проблему, которая стоит на повестке дня. Кислотные дожди лишат жителей земли урожая. Сильнее всего от голода пострадают страны-миллиардеры, Индия и Китай. Здесь от голода уже в ближайшие месяцы после взрыва погибнет до полутора миллиардов человек. Всего же за первые месяцы катаклизма умрет каждый третий житель земли. Вдумайтесь в эту цифру. Получается, что мы живем на своего рода часовой бомбе. Попросту говоря, мы просто блохи, живущие на загривке слона. Мы на этой планете только гости. И я уверяю вас в том, что мы от нее полностью зависим. Все эти катаклизмы вызваны извержением супервулкана. Это и цунами, оползни землетрясения, потоки лавы, в конце концов, ядерная зима. Они могут привести нашу планету к уничтожению. Я думаю, что мы должны кардинально поменять свое отношение к земле и ресурсам. И в современном мире мы слишком удобно устроились, и уже ни правительство, никакие другие силы не смогут спасти нас от этих проблем. Единственными регионами, которые смогут уцелеть в этой масштабной катастрофе, по мнению ученых, станут Сибирь и восточноевропейская часть России. Ведь они расположены на сейсмоустойчивых платформах, а это значит, что они будут удалены от эпицентра взрыва и защищены от цунами. И если даже небольшая группа людей все же уцелеет, то не опустится ли новый мир до хаоса и разрухи, где каждая группа людей, а может быть и единицы, будут выживать только ради себя? Если это произойдет, то мы попросту вернемся на множество веков назад, где каждый сам за себя, и все начнется заново. Все бессмысленные войны между нациями и государствами, и это отнюдь не улучшит жизнь. Поймите, это для нас в первую очередь урок, которым мы должны воспользоваться, и мы должны сделать соответствующие выводы. Но может ли человечество жить, не опасаясь, что когда-то на Землю обрушится гигантский астероид, или планету накроет эпидемия неизвестного космического вируса? По мнению исследователей, ответы на эти вопросы кроются в древних пророческих книгах, которые уже сотни лет представляют загадку для историков всего мира. Ведь они несут человечеству знамение грядущего апокалипсиса. Представьте, мы живем, неизвестно, что будет, неизвестно, зачем я живу, чего хорошего в моей жизни принесу кому-то пользы, не принесу. А тут ситуация, мы живем, мы последние люди этого мира, после нас свершится судьбоносное событие, апокалипсис, мы живем при конце света. Наша ценность неимоверно повышается, мы становимся свидетелями величайшего события. Это одухотворяет, это приносит смысл жизни, это очень важная вещь. Поэтому мы пытаемся и через это наполниться смыслом жизни, если обсуждаем это окончание. По расчетам великого английского ученого Исаака Ньютона, апокалипсис настанет в 2060 году. По предсказаниям Нострадамуса, в 3242 году. Хроники свидетельствуют, что с начала новой эры человечество ожидало конца света более 100 раз. Однако ни одно из этих предсказаний не сбылось. Неужели Армагеддон никогда не наступил? Мы с вами прекрасно знаем, что существуют фатимские пророчества, там существует пророчество Малахи, да, о последнем этом папе. Существует там пророчество о последнем американском президенте. Как бы все подводится к 15-му году. То есть 14-й год последний. В пророчествах это везде есть. Ну, еще раз говорю, что человечество стоит, естественно, с точки зрения сегодня, ну, наверное, всех, что на какой-то грани. Впереди пропасть. И шагать вперед, ну, как... вызывает большие сомнения. Нужно, наверное, осмотреться, значит, осмотреться в том мире, в каком мы живем, и куда мы хотим идти. Можно было бы с уверенностью сказать, что пророчество ошибочно, если бы не одно «но». Последние находки историков говорят о том, что в священных текстах существует точное описание того, каким будет время перед концом света. Несколько недель назад итальянский историк Антон Играва шокировал мировую общественность своим заявлением. Он утверждает, что нынешний папа римский, Франциск, станет последним в истории человечества, и именно он приведет планету к уничтожению. Это часть страницы древнего манускрипта, носящего название «Пророчество о римских папах». Об этой рукописи не принято говорить вслух. До недавнего времени пророчества были недоступны общественности. И даже высокие чины в Ватикане ломали головы, пытаясь ответить на вопрос, какая тайна зашифрована в этой книге. И почему все кандидаты на папский престол так боятся о ней говорить? Представьте себя, например, на месте папы римского. Если бы это пророчество признали, то вам бы так или иначе пришлось бы признать, что когда-нибудь этому наступит конец. То есть наступит конец духовной власти Ватикана. Опять-таки, вся религия, любая мировая религия, какой бы человеколюбивой она ни была, что бы ни происходило на словах, в книгах книг, да, там, в Библии, еще где-то. Так или иначе, любая религия – это инструмент контроля. Более того, инструмент контроля массового. То есть это работа с паствой, да. Первые сведения о рукописи датируются 1590-м годом. Сенсационную находку обнаружили в библиотеке Ватикана. Фолиант как будто специально спрятали в самый дальний и пыльный угол, вращили, но между старинными деревянными полками, в надежде, что его никто не увидит. Но зачем? Не проще ли было попросту уничтожить опасную книгу? Ответ нашелся, едва удалось прочитать первые строки. Рукопись оказалась невиданным по своим масштабам пророчеством, которую и уничтожить нельзя, и общественности показать чревато. Именно поэтому кто-то попытался стереть все данные о ней. Возможно, эта книга была не столько спрятана, сколько прибережена. Эту книгу, возможно, приберегли для того, чтобы использовать в качестве управления, в качестве запугивания, придания себе силы какой-то. А может быть, как, опять же, символ некой осмысленности вот этого направления, этой веры. После того, как о рукописи доложили папе Урбану VII, она вновь пропала. На долгих 400 лет. Пока в хранилищах Ватикана не начали проводить ремонтные работы. Историкам пришлось переносить в новые помещения многие тома архивных книг. Так опасная книга попала в руки доктора истории Аттоны Грава. Он не только изучил ее, но и скопировал несколько отрывков из рукописи. Сегодня мы впервые публикуем их перевод. В конце времен место Святой Римской Церкви будет занимать Петр II, который будет кормить безвольных, совершая множество бедствий. В это время город Семихолмов будет уничтожен. Когда чудовищный судья будет судить людей, все живое на земле погибнет. Но кому принадлежат эти строки? По мнению историков, автор пророчества ирландский епископ Малахия Аморгер, живший в XII веке. И, по словам современников, обладавший непревзойденным даром предвидения. У всех народов во все времена были обязательно люди, которые предсказывали. Предсказывали, ну и конец света, по-разному это называлось, гибель человечества, конец света и так далее. Но, как бы статистика, если вот современных проверить предсказателей, 99% это шарлатаны. Только 1% это либо ученые, которые много лет работали в этой области, либо то, что еще наука не может объяснить. Люди, которые обладают какой-то сверхинтуицией или получают какие-то знания, неизвестные откуда, свыше. Судя по всему, Малахия зашифровал это послание для того, чтобы прочитать его смогли только избранные. Те, кто сможет провести аналогию между реальными событиями и персонажами из рукописи. Если факт, что под именем «Город Семи Холмов» описан Ватикан, сомнений не вызывает, то, кто зашифрован под именем Петра Второго. И что должно привести к гибели всего живого на Земле. Для нас что такое конец света? Это апокалипсис, когда буквально-таки смещается земная ось, мы все оказываемся под водой, или взрывается кора, или там, я не знаю, там случается цунами, и люди оказываются под этим всем погребенные и не живут больше. Что такое для человека в 12 веке? Что такое для него апокалипсис? Возможно, это нравственное падение человечества. То, что в 12 веке казалось кошмарным, страшным, неприемлемым, сейчас может казаться абсолютно естественными вещами. Ответить на все эти вопросы можно, внимательно изучив рукопись до самой последней строчки. Автор в конце книги описывает всех римских пап, которые многие века после смерти самого автора будут сменять друг друга. Каждому понтифику Малахия присваивает номер. Всего их 112. И дает краткую характеристику. Вполне возможно, что Ватикан допустил эту, так скажем, еретическую вещь некую, в мир только для повышения степени контроля. Потому что найдутся как сомневающиеся, так и верующие. Те, кто убоятся гнева Господня, обрушения Святого Престола. Те, кто будут этого всячески жаждать. И как только людей начинают раздирать противоречия, общество становится чуть более контролируемым. Даже не чуть более, а максимально контролируемым. Этим, кстати, шикарно пользовался рейхсфюрер пропаганды господин Геббельс. Первым в его списке числится Целестин II. Малахия дал ему определение. Из замка на Тибре и оказался прав. Целестин был действительно родом из замка на этой реке. За 500 лет до восшествия на папский престол понтифика Малахия сумел предугадать это. Удивительная точность сопутствует и описанием отличительных черт следующих понтификов. Папа Лев VIII был охарактеризован в рукописи как свет небесный. И действительно, на его гербе была изображена светящаяся комета. От такой точности историков пробирает дрожь. Но не из-за точного описания святых концов или обычных событий рукопись была упрятана в паутину секретных хранилищ. Историки выяснили, что опасность старинной книги в ее неожиданном финале. Когда страшное начинает сбываться, людской ум делает вот так. И включается. И дальше можно, в принципе, ничего не делать. Дальше мы сами интерпретируем все пророчество так, как нужно. Все очень просто. И я бы на месте, так скажем, святых иерархов святого престола, да, я бы даже не пустил бы это в мир. То есть то, что это пророчество куда-то проникло, то, что оно стало достоянием гласности, общественности, если хотите, это не доработка ватиканских спецслужб. Если можно так обозначить, каких-то людей, ответственных за внутреннюю безопасность Ватикана. Последний 112-й в списке Папа Франциск был избран 13 марта 2013 года. И абсолютно точно, что именно его Малахия назвал Петром Вторым. Первым Папой считается святой апостол Петр. Получается, что круг замкнулся. Выходит, что человечество прошло весь путь. От Петра Первого до Петра Второго. Но если Малахия не ошибся и на Земле наступит апокалипсис, то что к этому приведет? И какая роль уготована в этом смертельном спектакле Папе Римскому Франциску? Как мы понимаем, цена есть у каждого. Только у кого-то это деньги, у кого-то это власть, у кого-то это близкие люди. Ну, то есть ключик можно подобрать. Поэтому роль уготована, ну, скорее всего, проводника определенных идей при формировании, опять-таки, некой машины мирового господства. Финансовой, единой мировой религии, если об этом можно говорить. 11 февраля 2013 года. Информационная лента Италии взрывает новость, которую тут же подхватывают мировые СМИ. Предпоследний Папа Бередикт XVI сообщает о своем решении отречься от святого престола. Собственно говоря, любая религия всегда была инструментом в руках правящих элит. Так было и с католической церковью, так было и с православной церковью. Надо сказать, что и в том лагере, где находится католическая церковь, и в том лагере, в котором находится православная церковь, в общем-то, исторически с церковью не считались. Ну, говорить я не буду про то, что у нас генерал-лейтенант во главе православной церкви. Вот. И мне кажется, что вот ответ на ваш вопрос, да, почему были такие атаки и почему так тихо и незаметно ушел Папа Римский, ответ надо искать именно здесь. Существует некий прогноз, некий план, согласно которому действуют вот эти власть имущие группировки, которым невыгодно сохранение такой монументальной силы, как римская католическая церковь. Поначалу это беспрецедентное событие в истории вызывает лишь недоумение, затем тревогу. Почему? Что происходит? Тем более, что комментарии самого Бенедикта XVI не могут пролить свет на его поступок. Он утверждает, что пережил некий мистический опыт, во время которого испытал откровение. Бог сказал, чтобы я поступил именно так, поведал понтифик. Но что кроется за этой формулировкой? Вот здесь он, конечно, слукавил. Он был загнан в такой угол, из которого не было другого исхода, как только уйти. А не исключено, что были найдены какие-то рычаги, компрометирующие его. Не исключено, что были найдены рычаги, которые ставили его в немыслимое положение. Причина совершенно очевидная. Он неудобен Соединенным Штатам. Он неудобен той клихе англосаксонской формулы цивилизации. Он просто категорически мешает развязыванию неизбежной мировой войны, которой движется западная цивилизация. В течение последнего года своего правления Бенедикт 16-й находился под пристальным вниманием прессы. Череда скандалов вокруг него не утихала ни на минуту. Именно эта мысль подтолкнула многих историков и политологов к тому, чтобы всерьез заговорить о масштабной травле Бенедикта 16-го. А высокопоставленные американские чиновники открыто заявляли о необходимости проведения так называемой Ватиканской весны. Если мы будем очернять самого понтифика, например, Бенедикта 16-го, и говорить о том, что он плохой, в это никто не поверит. А вот сказать о том, что он не контролирует то, чем руководит, о том, что высший клир католичества, высший клир Святого Престола погряз в грехе, садомии, отмывание денег итальянской мафии. И дальше что начинается? Как только мы видим, что человек не контролирует ситуацию определенным образом, значит, он, как бы сейчас сказали, неэффективный менеджер, неэффективный руководитель. Вывод? Нужен кто-то эффективнее. Все. И заместо этого человек остается другой человек. Получается, что против Бенедикта 16-го выступила большая часть мировой правительственной верхушки. Результат очевиден. На сцене появился новый папа, Франциск. Но почему именно он? И какие цели преследовали те, кто так активно продвигал его кандидатуру? Вот в той игре, на том уровне, о котором мы говорим, там нет просто управляемых статистов, там нет марионеток. Там есть люди более или менее удобные для правящих группировок. Вот нынешний Папа Римский оказался более удобен, более удобоварим для правящих, как бы, вот группировок Запада. И его более мягкая позиция по отношению, скажем, к однополым бракам, наверное, в глазах вот этого правительства, да, мирового, как мы его называем, наверное, это компенсирует его какую-то принципиальность в вопросах, в других вопросах веры. Впервые в тысячелетней истории Ватикана на папский престол взошел не европеец, а выходец из Латинской Америки. И что еще более странно, не классический католик, а представитель могущественного ордена иезуитов. Значимость ордена иезуитов это очень жесткие, очень твердые принципы воспитания, очень твердые принципы образования. Это очень эффективное орудие для внедрения некой психологии в массы людей. Достаточно сказать, что именно иезуиты в свое время были инициаторами вот этих вот сумасшедших костров, которые там 30 тысяч костров, которые в свое время полыхали по Европе. Именно иезуиты были как бы во многом даже спонсорами и организаторами крестовых походов. Таким образом, это наиболее реакционное, наиболее жесткое, наиболее, ну я бы сказал так, тоталитарное направление. Контролировать все денежные потоки при новом Папе стал блестящий экономист Эрнст фон Фрайберг. Его также рекомендовало правительство США. Об этом человеке известно немного. Однако факт, что он является представителем Мальтийского ордена и не скрывает этого, заставляет задуматься. Ведь с давних пор именно посредники этого ордена были связующим звеном между Ватиканом, спецслужбами МИ-6 и ЦРУ. Дело в том, что Мальтийский орден это орден Иоаннитов. Это орден, который своей высшей целью считает помощь бедным, благотворительную помощь. Вы знаете, для любой спецслужбы внедрение в самые обездоленные слои общества является просто Эльдорадо. Ну, это Эльдорадо буквально, потому что оттуда можно получить любой объем, любой информации в любом направлении. Естественно, что традиционно в этом ордене, в Мальтийском ордене, а в нем, кстати, состоит очень много членов, да, около 60 тысяч членов, 16 тысяч из них в высшей степени активны. Многие эксперты уже сейчас говорят о том, что мир ожидают серьезные перемены. Они утверждают, что Папа Франциск напрямую связан с финансовой аристократией Великобритании и США, чью волю беспрекословно выполняют президенты и правители всех, без исключения стран. Президент сегодня исполнительный директор, который на 4 года избирается, где-то на 5 лет, где-то на 6 лет избирается. президент, это исполнительный директор. Истинные владельцы это олигархи. И они используют, что им нужно? Им нужны ресурсы, им нужны люди, как и... потому что тоже участники бизнеса. Им нужно развивать, расширять бизнес. Сегодня, для того, чтобы перераспределить собственность, появились транснациональные группировки, которые они возглавляют. И они начали перераспределять собственность. Основная задача финансовых аристократов это глобализация всего человечества. Они придут для того, чтобы подчинить людей и создать единое государство, сократив население мира всего до 1 миллиарда. Эти люди впоследствии превратятся в рабов. Но какая роль в реализации всех этих планов отводится Ватикан? Таким образом, видимо, по планам вот этого мирового правительства, церквям следует уступить место просто каким-то идеологическим органам. Именно в этом случае, в случае ухода традиционных церквей с политической как бы арены, задача размежевания различных национальностей, различных верований будет существенно упрощена. То есть, вот разгромить там полмира очень сложно, если эти полмира объединены церквями, объединены религиями. И если ослабить эти религии, то задача по разгрому социума абсолютно вот прощается. Эксперты уверяют, что процесс разложения общества уже запущен. Легализация наркотиков, однополых браков, развал института семьи. Все это последствия гибкой политики новой католической церкви в вопросах морали. И все это медленно и верно ведет к созданию абсолютно нового постчеловеческого существа, которое не будет иметь ни пола, ни национальности, ни расы, неисторической памяти. Это будет биоробот, отвечающий только своим низменным животным инстинктам, для удовлетворения которых он будет идти на все. И вследствие чего им будет предельно просто манипулировать. Вирус спида, передающийся воздушно-капельным путем или возвращение пандемии в духе испанки. Именно такие предположения делают ученые на ближайшие 10 лет. Они прогнозируют, что все население Земли может погибнуть от рук хакеров, но не тех, которые создают тысячи вирусов для компьютеров, а тех, кто намеренно пытается создать в домашних условиях редкие вирусы и смертоносные болезни. Что касается биохакеров, то здесь мы опять подойдем к человеческой проблеме. Может быть, появляется какой-то маньяк, мизантроп, который ненавидит все человечество, но при этом гениальный ученый, гениальный биохакер, выпускает этот вирус на свободу. Возможно, это недосмотр военных ученых, специалистов в области вирусологии, и они выпускают этот вирус. Возможно, появляется биотерроризм, когда человек, обладающий таким вирусом, начинает угрожать мировым правительствам уровня России или США и диктовать свои условия. К сожалению, эта опасность тоже существует и вполне реальна. От создания и выпуска в окружающую среду одного искусственно созданного вируса человечество не погибнет, считают ученые. Ведь всегда найдутся люди с иммунитетом, невосприимчивые к тому или иному штамму. В статистике на такой мегаполис, как Москва, там 3000 человек болеют постоянно опасными инфекциями. Государство берет с превышением, делает вот эти койки и содержит их на всякий случай. Но если будет обращаться в сутки там 500 тысяч человек, понятное дело, что люди будут умирать не от инфекции даже, а просто от отсутствия медицинской помощи. Вот это надо понимать. Поэтому для того, чтобы на Земле наступил вирусный апокалипсис, нужно выпустить одновременно сразу несколько десятков вирусов. На создание вакцины от них уйдет огромное количество времени. Да и ввести такое количество антибиотиков в организм человека одновременно не получится. Он попросту умрет. Ну, прежде всего надо научиться выращивать этот вирус на искусственных средах и смотреть, ввести туда паразита какого-то фага, изучить условия, при которых этот вирус гибнет. И сам вирус гибнет, а глядка остается неповрежденной, не гибнет. В принципе, наш организм выработал механизмы, которые дают возможность ему выживать и бороться с вирусами. Ну, сказать, сколько времени уйдет, довольно сложно. Это зависит от того, какой вирус, как его найдут или нет, от размеров, от многих факторов, которые определить невозможно, так как вирус в колоссальное количество. На сегодняшний день ученые видят несколько вариантов развития вирусной пандемии на Земле. Институт эпидемиологии в Германии даже создал рейтинг того, каким образом может проходить заражение человечеством. На пятом месте генетически модифицированная пыль или плесень, способная проникать во все уголки жилья человека. Постепенно она будет вырабатывать токсины, которые и будут убивать. Четвертое место отдано вирусу, при помощи которого будет заражена вся питьевая вода. На третьем месте базируется двухступенчатое биологическое оружие. На первом этапе бактерии незаметно распространяются по всему миру. Далее, по сигналу таймера им предстоит выпустить токсин, который и должен уничтожить все живое на Земле. На второе место ученые ставят распространение хронических болезней, таких как туберкулез или СПИД. При одновременном заражении человек сгорает за очень короткий промежуток времени. Самым актуальным, по мнению ученых, считается распространение неких зараженных биологических распространителей, например комаров, которые будут переносить опасный вирус, постепенно заражая каждого человека. Надо сказать, что как раз таки угроза создания биооружия оценивается очень серьезно специальными службами любого государства. Проводится на эту тему постоянный комплекс мероприятий контртеррористических, в том числе системы слежения за больницами, курирования в Министерстве здравоохранения и так далее и тому подобное. А что касается биохакеров, то если как вид терроризма, то они уже в принципе существуют. Ученые не исключают вероятность того, что в скором времени в массовом распространении появятся так называемые биологические принтеры. С их помощью практически на коленке можно будет создавать различные болезни и вирусы. По предварительным данным устройство будет походить на обычный персональный компьютер. В него будут загружаться программы с библиотекой исходных элементов и небольшая лаборатория, которая будет подключена к биопринтеру. Стоить такая база будет около 1000 долларов, а ее появление на черном рынке ожидается уже к 2025 году. Надо понимать, что террористы расценивают любую возможность совершения теракта, но другое дело, что пока у террористов у них преобладает так называемая театрализованность. То есть намного интереснее и намного эффективнее что-либо взорвать, потому что это привлекает внимание, это понятно и так далее, и тому подобное. А вот биозаражение с учетом технологий медицинских пока не настолько эффективно в борьбе за что-то, поэтому такую возможность нельзя исключать. Еще один сценарий апокалипсиса уже разворачивается на наших глазах. По прогнозам экспертов из Великобритании он может наступить совсем скоро, если говорить точнее, то через 80 лет. Именно тогда, по мнению экспертов, начнется восстание машины. Господь создал человека, но человек возгордился и начал принимать функции Бога на себя, то есть отвергать Бога, ну и так далее. То же самое, представьте, создана уже сверхсовременная техника, мыслящая техника. Как только эта техника, машины эти, начнут самоусовершенствоваться, создавать себе подобных, естественно, у них возникнет мысль. А зачем? Человек выполнил свою функцию, он теперь не нужен. Да, это может быть. То, о чем предупреждали фантасты, писатели там 30-50 лет назад, увы, почти сбывается. Искусственный разум развивается такими стремительными темпами, что уже сегодня вполне серьезно можно говорить о том, что он начнет угрожать существованию всего человечества. Беря тому, что в предметы материального мира возможно вживлять так называемые RFID-метки, да, смарт-чипы, можно будет зашифровывать информацию в объектах материального мира и, соответственно, они могут ее потом ретранслировать человеку обратно. Это говорит о чем? О том, что мы перешли на качество нового уровня геоландшафта, да, планирования урбанизации городов. И в связи с этим возможны сбои, которые можно ассоциировать, да, вот там, с восстанием машин либо с какой-то техногенной катастрофой. Просчитать все возможные варианты развития событий и придумать план противостояния искусственному разуму решились ученые Кембриджского университета. Именно на его базе создали специальный Центр по изучению глобальных рисков. В народе его уже прозвали Терминатор-центром. В нашем центре работает четыре основных лидера и большая группа советчиков. В ней присутствуют не только люди из Кембриджа, но и люди из других стран. Ведь наша основная задача получить доступ к главным головам науки. Мы предполагаем, что сможем просчитать все риски на будущее и сможем помочь государству и обществу решить серьезную проблему, связанную с развитием технологий. Поэтому мы используем умы не только Кембриджа, но и связи по всему миру. Команда из 20 профессиональных сотрудников, имеющих отношение к компьютерной индустрии, уже изучает развивающиеся технологии по всему миру и определяет степень их опасности. Вопрос лишь в том, насколько эффективно и каким образом это происходит. Мы предсказываем риски того, что может случиться. Делаем это при помощи двух подходов. В первом случае мы рассматриваем проблему, которая может произойти в скором времени. Во втором прогнозируем вероятность развития событий и просчитываем все последствия, как если бы некое восстание уже случилось. надо заметить, что многие правительства уже озабочены такими глобальными проблемами и всячески помогают нам в исследованиях, предоставляя нужную информацию. Ведь они прекрасно понимают, что развитие технологий приведет к необратимым последствиям. Один из руководителей центра, профессор Кембриджского университета Мартин Риз считает, что человечество уже открыло ящик Пандоры. И главная его проблема заключается в непонимании сегментов безопасности. Ведь уже сегодня машины превосходят человека во многом. В шахматных играх, полетах на самолете, в вождении автомобиля и в успешности различных операций на фондовых биржах. Он считает, что черта невозврата еще не пройдена. И пока компьютеры еще находятся на службе человека и помогают ему. Но недалек тот день, когда они займут все наше пространство и мы попадем в прямую зависимость от машин. Я думаю, что искусственный интеллект, обладающий всеми человеческими способностями, будет доступен лишь в будущем, как минимум через 20-30 лет. Но не стоит забывать, что в нашем телефоне есть компьютер, обладающий большой силой, как у самого большого в мире суперкомпьютеры 25 лет назад. Поэтому, если подумать, насколько развились технологии за 25 лет и что нас ожидает еще через 25 лет, то не будет абсурдом считать, что у нас будут компьютеры, способные стимулировать многие аспекты человеческого мозга. Итоги будут неутешительными. По прогнозам Центра глобальных рисков, электроника обзаведется интеллектом. Она сможет полностью контролировать все процессы, программировать себя и полноценно осуществлять все манипуляции, но уже без участия человека. Ты включаешь электрический чайник, и он вдруг оживает и обливает тебя кипятком. Он нейтрализует тебя, и ты понимаешь, что для того, чтобы бороться с этим, тебе нужно как минимум здоровье, которого у тебя уже нет, потому что у тебя ожог. Ты включаешь компьютер, и он тебя предупреждает, что ты не должен выходить из дома, иначе с тобой что-то случится. У тебя электронная дверь, которая не выпускает тебя наружу. Если ты все-таки выбрался, твоя машина не хочет тебя слушаться, она заблокировала тебя внутри, и ты не можешь поехать туда, куда тебе нужно. Машина начинает управлять твоей жизнью, и ты понимаешь, что ты в темнице, что ты в клетке. Эксперты считают, что компьютеры пойдут дальше и вмешаются в сферы, о которых мы даже и не могли подумать. Например, они вполне могут начать распределять ресурсы. Из-за этого на Земле начнутся войны. Несложно представить, кто в этой битве станет победителем. Многие созданные человеком работы уже представляют опасность. Некоторые из них способны убить человека. Некоторые распознавать человеческие лица и определять, являетесь ли вы потенциально опасным для них. Возможно и такое, что они решат полностью истребить всех жителей планеты. И неважно, будут ли это ресурсы или некий другой предлог. Кстати, многие страны уже представили таких роботов, как экзоскелет. Их нужно действительно опасаться, потому что они имеют силу, которая уже сейчас превосходит человеческую в несколько раз. Еще один сценарий, более масштабный, может стать реальностью, когда человечество полностью переадресует свою оборону и безопасность искусственному интеллекту. По прогнозам ученых, компьютерный разум сможет взбунтоваться, и тогда на Земле случится самый настоящий апокалипсис. Прежде всего, такая проблема наиболее остро стоит перед представителями обороны США. Доля управления компьютеров в армии США, она зашкаливает. То есть, если у нас это, в принципе, начальники штабов, там до сих пор карты какие-то, да, которые там разворачиваются на коленке и так далее, и тому подобное, то в американской системе это спутниковое слежение, это как бы все там практически на смартфонах и так далее, и тому подобное. Это, конечно, тоже вызывает обеспокоенность. Почему? Потому что чем проще система, тем она устойчивее, особенно военная. В данном случае система абсолютно не проста у американцев, она работает за счет компьютеров. Поэтому у них есть, конечно, опасение, что если компьютер будет дезорганизован, хотя там есть запасные, вторичные, еще что-то программы, но если он будет дезорганизован, выведен и строят, то войска потеряют свою боеспособность. Ну, не говоря уже о том, что если будет какое-то восстание о машинках в терминаторе, то, соответственно, цивилизационный процесс просто прекратится. Именно поэтому Министерство обороны США в 2012 году обнародовало директиву под номером 3000,9. В этом документе говорится о том, что абсолютно любые виды оружия, будь это танк или ракета, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации выхода из строя компьютера, человек мог взять управление над ними в свои руки. В России подобных программ по предотвращению кибер-угроз пока не существует. Опять же, в силу того, что у нас не произошло еще оснащение всех наших стратегических и военных комплексов современным оборудованием. То есть, по большому счету, армия работает еще на советских компьютерах. Все те пусковые системы стратегических баллистических ракет это 50-60-е годы. Все типы связи, все типы шифрования, все типы ориентирования. Такая, допустим, наша программа, как ГЛОНАСС, она тоже программа двойного назначения, то есть, она служит военных и гражданское население. Но вот по результатам работы ГЛОНАССа в области гражданского населения, мы видим, что эта система далека от совершенства. Поэтому, вряд ли стоит ожидать каких-либо системных, скажем так, подходов к предотвращению ее самосознания, восстания против своих изобретателей. Поэтому, у нас такого ничего нет. Однако, уже сегодня умные машины заменяют человека во многих сферах жизни. Роботы помогают хирургам делать сложнейшие операции, совершают биржевые сделки. Более того, границы наших государств защищают полностью автономные системы, имея доступ даже к ядерным объектам. Человек не способен противостоять машине. А в области технологического производства то же самое. Любой автоматизированный токарный либо фрезерный станок, он превосходит любого мастера, который занимается на обычном станке деталями. Поэтому, тенденция, конечно, такая, что машины превосходят человека. Многие эксперты делают неутешительные прогнозы. Совсем скоро существование нашей цивилизации может оказаться под угрозой. Участь человечества будут решать умные машины. И в этом случае ядерный апокалипсис самый реальный вариант для нашей цивилизации. 6 августа 1945 года. В 8 часов утра японский город Хиросиму накрыло ослепительно белое сияние. Первая атомная бомба была доставлена к цели американским бомбардировщиком Б-29 и взорвана на высоте 580 метров. В эпицентре взрыва температура достигла нескольких миллионов градусов. Люди, находившиеся ближе всего к эпицентру, умерли мгновенно. Их тела обратились в уголь. Спустя трое суток бомбардировщик такого же типа расправился и с жителями города Нагасаки. Бомба взорвалась в 11 часов утра местного времени. Большинство жителей в момент нанесения удара находилось на улице. К концу 1945 года от последствий этих взрывов погибло более 140 тысяч человек. Оба взрыва сопровождались мощной волной радиации, которая вызвала всплеск онкологических заболеваний и мутаций. И хотя бомбардировка этих городов не планировалась как эксперимент, именно она помогла многое узнать об особенностях ядерной войны и главное о ее возможных последствиях. Ведь если различные физические явления, возникающие при ядерном взрыве, такие как расход энергии на ударную волну и тепловое излучение можно просчитать, то предсказать результаты их воздействий намного сложнее. Печальный опыт показал, шансов на спасение после ядерного взрыва у людей почти нет. Ходила мрачная шутка в социалистическое время, что остаться во время ядерного нападения это надо накрыться белой простыней и медленно ползти на кладбище. там скажем, была такая рекомендация белой одежды и прятаться за бугорки какие-нибудь естественные или находиться на теневой стороне от взрыва. Существуют бункеры, очистители, конечно, ядерную войну кто-то может пережить, но большой... Мы будем готовиться к ядерной войне, к мировой. Угроза, конечно, есть. Вот то, что мы сейчас уже заговорили, значит, понятно, что весь мир, Соединенные Штаты, Европа, многие азиатские страны, конечно, смотрят на Россию с недовольством. В Америке вовсю появляются статьи, передачи, книги о том, что Россия не в состоянии правильно использовать свои ресурсы минерально-сориевые, водные ресурсы. И поэтому надо все это нести, так сказать, на мировой суд и решать, какие участки Сибири будут принадлежать каким-то другим странам. Совсем недавно ученые Стокгольмского института исследований проблем мира попытались воссоздать последствия современной ядерной катастрофы в мельчайших деталях. Результаты шокировали. Оказалось, что шансов на спасение у людей, оказавшихся вблизи от эпицентра ядерного взрыва попросту нет. Да, и у остальных их немного. О том, чтобы спрятать население в бункеры, речи не идет. Можно укрыться на другом материке в пустынных местностях еще не до конца освоенных человечеством, например, в Антарктиде. Но заранее узнать время и место нанесения удара попросту невозможно. В этом веке, по всей видимости, многие нестабильные режимы получат ядерное оружие. И сейчас существует возможность рассчитать ядерную бомбу уже пользуясь практически домашними компьютерами. Стали компьютеры мощнее при соответствующем аппарате можно просчитать возможности как изготовить такой заряд. Но все же надежда на спасение у крошечной группы людей остается. И если они смогут уцелеть и выжить, то какое будущее их ожидает? Ученые предполагают, что их дальнейшее выживание будет под большим вопросом. Дело в том, что радиоактивные осадки, выпавшие после ядерной войны, могут привести к разрушению плотин и последующим наводнениям. Повреждение атомных электростанций повлечет за собой дополнительные повышения радиации. Фактически речь идет о трех этапах уничтожения. То есть уничтожение непосредственно от взрыва тепловая волна, ударная волна, потом уничтожение от лучевой болезни, тех, кто был облучен в ближайший год, они погибают. И потом еще какое-то количество людей погибает от возникших на фоне облучения то есть это рак, отказ внутренних органов и так далее и тому подобное. Вот эти пост-жертвы, они превышают количество людей, погибших от взрыва непосредственно. В городах произойдут обрушения зданий. Миллионы людей будут погребены заживо. И это создаст почву для вирусов и бактерий, которым не страшна радиация. Они буквально наводнят мир различной заразой. В сельской местности радиация убьет все посевы. Начнется массовый голод. Если ядерный удар произойдет зимой, уцелевшие от взрыва люди останутся без укрытий и погибнут от холода. Что будут делать люди на безжизненной планете? Самая большая опасность заключается в том, что дым от пожаров закроет солнце, то есть не будет проникать солнечный свет и наступит так называемая ядерная зима. То есть имеется ввиду, что солнечный свет не будет попадать на землю, соответственно, здесь будет постоянно холодно, прекратится растительность, погибнет флора, фауна. Несколько месяцев назад ученые Гарвардского университета провели эксперимент, результаты которого оказались поистине сенсационными. В течение полугода они облучали лабораторных мышей небольшими дозами радиации. Выяснилось, что она смогла поразить молекулы ДНК каждого грызуна, вследствие чего возникли различные генетические мутации, которые, как выяснилось, позже стали передаваться подопытными мышами по наследству. Учитывая, что ДНК грызунов почти на 90% совпадает с ДНК человека, ученые не исключают, что такой вариант развития событий будет актуален и для людей. Во втором случае ученые проанализировали эту же ситуацию, но уже с участием небольшой группы выживших людей. Известно, например, по биологическим данным, что когда первые люди, кроманьонцы, выходили из Африки, это по генетическому коду прослежено, то популяция достигла размеров всего лишь несколько тысяч. И вот из этих нескольких тысяч людей возникла потом вся цивилизация человечества на Земле. Вот так же можно спасти, обеспечив жизнь нескольким тысячам, может быть, тысячам людей, молодых, здоровых, крепких, образованных, чтобы потом восстановить человечество, даже после такой катастрофы. Первое, на что они обратили внимание, это связь между странами и континентами, которая на долгое время будет просто потеряна. Люди не смогут позвонить по телефону, отправить письмо на электронный адрес. Топливо и еда станут главной валютой, за которую и будут сражаться выжившие. Кто бы не выжил после апокалипсиса, мы найдем за что драться. Потому что конфликт это способ развития. Если это будет проблема в ресурсах, люди будут биться за ресурсы. Если это будут какие-то духовные ценности, люди будут конфликтовать по поводу духовных ценностей. Человечество умрет, если оно становится в развитии. Пока существуют конфликты, мы развиваемся. И конфликт всегда создает разные стороны. Враждующие, спорящие, неважно. Но как быть с водой? Даже если она закончится или будет непригодна для питья, есть вариант того, что человечество сможет продержаться на оставшихся с лучших времен прохладительных напитках, которые, как уверяют ученые, не пострадают. В пользу этой версии говорит и эксперимент под кодовым названием «Чайник», проведенный в 1955 году на полигоне в штате Невада. Тогда несколько упаковок стеклянных бутылок и жестяных банок с содовой водой и пивом располагались в зоне ядерного взрыва. Они почти не пострадали. Причем вкус напитков не изменился. Они, ну, понятно, они хотели определить, насколько, значит, радиоактивное заражение, значит, влияет на теряные продукты, как они заражаются, да. Но это мне показалось достаточно, ну, бесполезным в плане науки, потому что, ну, если начнется даже вот ядерная война, то какая разница, что, значит, какое колесо попадет внутрь этой облученной пищи. Все равно это рак. Все равно это смерть. По расчетам ученых, постепенно начнется восстановление сельского хозяйства. Ведь на острове Шпицберген в Норвегии находятся всемирные семенохранилища. Каждая страна имеет в нем свой отсек, а главной задачей комплекса является защита разных видов семян от уничтожения в результате глобальной катастрофы или ее последствий. И пока сельское хозяйство будет восстанавливаться, людям придется искать способ себя прокормить. Человеку надо понимать, что конец его жизни абсолютно не означает конец жизни для планеты. И вообще, скажем так, существование человека среди космических масштабов, среди вот этого миллиарда галактик, оно представляется достаточно эфемерным, нестабильным, ну и неопределяющим для Вселенной в целом. Человек может угаснуть легко, а жизнь будет продолжаться достаточно весело. Получается, что шанс на спасение даже при самом страшном развитии событий все же остается. И человечество, пусть и не в полном составе, все же сможет продолжить жизнь на нашей планете после апокалипсиса. Жизнь эта будет сложной и трудной. Однако, спустя множество тысячелетий их потомки вполне вероятно будут изучать эту катастрофу в учебниках истории. И возможно они извлекут из нее урок, после которого на Земле не произойдет ни одного нового апокалипсиса. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитров А.Семкин